Всем слава Мерлоу, пацаны, и в качестве ответа на вопрос, кому это надо, у меня есть пара сотен комментариев. И меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, я надеюсь, вы это помните. Наш темп на сегодня 208 ударов в минуту. Я понимаю, многовато, в целом вы можете писать в 104, это почти одно и то же. И добавим наш первый из двух инструментов, это омнисфера. Вторым инструментом тоже будет омнисфера, потому что у нас будет два хора, потому что мне показалось, что в треке использовано два хора. По факту нам нужен просто хор, который поет и хор, который поет. То есть вам не обязательно использовать омнисферу. Патч-браузер, Human Voices и просто Full Choir, A-H-P. Это был наш аккорд и наш скейл, D-sharp, minor, natural. И первый аккорд звучит... Примерно вот такой он будет длины. Сразу можно убавить немного. Чтобы не хрустело. Дублируем и F-ки просто спустим на полтона с F-sharp на F и получим... Это наш второй аккорд. А третий аккорд будет еще поинтереснее. Только вот тут F, а здесь вместо D-sharp, C-sharp. Четвертый аккорд, это чисто мой домысел. По-моему, вот так. Так. Только вот этот C заканчивается вот здесь, а в конце у нас будет еще F. Как бы переход на начало снова. Добавим вторую омнисферу. Как я уже говорил, у нас это A, а еще будет U. Патч-браузер. Только теперь нам нужен Full Choir U, B. Просто нам нужно сделать Ctrl-C, Ctrl-V. Сразу отправляем их на микшер. На первый закидываем RC-20. Почему RC-20? Потому что тут есть типа эквалайзер и типа расширитель. Ну, точнее, сужатель нам нужен в данном случае. Отпиливаем много низа. У нас в этом треке постоянно будет играть какой-то бас, поэтому низа нам много в хоре не нужно. Ну, конечно, не вот так вот уж, но как-то так. И еще ширину откручиваем. Откручиваем. В самом треке оба хора, если там их два, предположим, что их там два. Оба хора играют почти полностью по центру, а в стерео у них находится их ревер. И мы будем повторять то же самое. Поэтому сами хоры мы сужаем. И повторим это со следующим хором. Вот так. И тут еще побольше низа пилим. И баланс теперь. Да, как-то так. Выделяем оба канала. Правую кнопку мышки вот сюда. Road to this track only. И создаем их групповой канал. И на этот групповой канал мы закидываем Fruity Reverb 2. Dry и Early Reflections отключаем и оставляем пока только wet. То есть это сам реверберационный хвост мы сейчас слышим. Size увеличиваем. Отпиливаем вниз. Вот так это больше высоких частот. Бас убираем. И вот эту ручку крутим максимум влево, чтобы сделать хвост максимально стереорасширенным. Вот. Возвращаем Dry. Да, это именно тот звук, который я хотел добиться. А скачать этот проект можно будет, как обычно, у меня в инстаграме по ссылке в описании. Как только этот ролик наберет, 3333 лайка. В проекте OmniSphere будет зарендерена на случай, если вы захотите подобрать похожие звуки. Ну или просто вы сможете хотя бы использовать эти вовсэмплы. Ну и также останутся все миди-дорожки. Так что, если вы ждали разбор этого трека, если вам уже нравится это видео, или просто вы хотите поскорее скачать этот проект, то смело ставьте лайк под роликом, и уже очень скоро вы сможете у меня в инсте скачать проектик. А мы пойдем дальше и добавим сюда басец из флекса. Жмем теги, выбираем бас. Вот так звучит басец, вот так называется пресет. Он стандартный во флексе. И давайте cut off. Мы немного прибавим, чтобы вот этот джау проходило помедленнее. То есть фильтр все равно будет закрываться, но будет делать это медленнее. Первый парт. Вот так. Да. Потом С. И Д. Ну, С шар и Д шар. И давайте еще такую штуку сделаем. Зайдем вот тут вот на шестеренку жмем, на гаечный ключ теперь. Порта, моно включаем и слайд. Чтобы был такой глайд между нотами. Только не так сильно, а наполовинку. И теперь нам нужно все звуки, кроме последнего, выделить и чуть-чуть продлить с альтом. Теперь пришло время добавить биток. Вот наш кик. Вот наш основной хэт. Бас, офишиал, ник мира. Секретный клэп, слабый мэрлоу. И мой любимый клэп. Флекс давайте отправим на микшер и немножко убавим. Вот как-то так, нормально. Ctrl-C, Ctrl-V. Только здесь давайте открутим продолжительность. Use loop points отключим. И Q чуть-чуть добавим. Наоборот, мы обычно его откручиваем, а тут мы прикрутим его. С хэтами поинтереснее. Переключаем resample на stretch. Клип включить. Вот как-то так. И out до половины. По-моему, там как-то так прописано velocity. Может, я ошибаюсь, но по-моему так. Ну и, конечно же, shift. Теперь уберем наш пэт бас и включим обычный бас. Но не вот этот, а вот этот. Но перед этим нам нужно узнать его корневую ноту. Правая кнопка мышки, edit on pitch corrector. И он показывает нам, что он на ноте A-sharp. Так что заходим в его настроечки. И на эту самую нотку правой кнопкой мышки тыкаем. Мне не нравится, как он звучит. Давайте включим им клип. Дадим чуть-чуть буста и крутим EQ. Озвучать он будет вот так. Ctrl-B. И Ctrl-B только теперь на A-sharp. Вот так. Дальше идет на ноту C. И вот до сюда всего один раз за весь трек будет доходить бас. Теперь полностью по нему мы можем прописать кик. Только кик давайте подбустим. Вот так нормально. Теперь Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Шикарно. У нас прописаны все парты. И вы не замечали такую интересную штуку, что вот эти три трека, то есть снова я напиваюсь, ты горишь как огонь и вот этот, кому это надо. Это по сути трилогия. Я до этого недавно просто случайно дошел. В первом треке как будто бы лирический герой начинает верить в то, что любовь и деньги это совместимо. А во втором треке он как бы находится внутри этой идеи. А в третьем треке, то есть кому это надо, он в этой идее разочаровывается и ее отпускает. Мне показалось, это забавная теория. Можете написать в комментариях, что вы об этом думаете. Может у вас есть какие-то мысли на этот счет. И в общем мне будет очень интересно прочитать. И мы идем далее. Теперь мы можем сделать сайдчейн от KIKONOBAS, как я показывал в видосе, про сведение для начинающих. Просто мы делаем слайд ноту. Делаем ее максимально короткой. На той же высоте тона, что и наша основная нота. Основную ноту убавляем в ноль. Да, по-моему так лучше. Но еще нужно сделать сайдчейн от KIKONOBAS на инструменты. Для этого скинем все на микшер. Берем KIKONOBAS, правой кнопкой мышки тыкаем вот сюда на групповой канал инструментов. Сайдчейн Тудис Трек. Закидываем сюда фрутилимитер. Сайдчейн, правой кнопкой мышки жмем и PBS Hard. Если у вас нет таких настроек, переключитесь из вида лимитера в компрессор. Рейши на максимум, выловим треш-холдер. Еще можно релиз убавить почти до минимума. Но чтобы не появлялись столько артефактов. И сустейн тоже. То есть идеальный сайдчейн, это тот сайдчейн, который дает эффект. То есть освобождает место под KIKONOBAS, но он сам по себе не должен быть слышен. Еще мне кажется, что нужно и на клэп, и на хэд закинуть ревер. Для этого Вальхалай Винтэч Верб, пресет, холл, фэтснэйр холл. По длине, в районе 4 секунд. И микс, да, для хэда вот 4%. Просто чтобы чуть-чуть ощущался. Теперь берем этот ревер, вот сюда зажимаем и перетаскиваем на клэп. Микс убавляем. Теперь мы можем все это перекинуть в новый паттерн. Вот сюда нажать, сделать Split by Channel. И сделать для начала вступления. Оно начинается вот так. Вот с этим басом. Сюда жмем, делаем Make Unique. И вот эту всю ерунду удаляем. Жмем Ctrl L. То есть у нас во вступлении играют просто вот эти 4 ноты и все. Далее у нас начинается биток. Вот так биток начинается с клэпа. И здесь мы делаем паузу. И потом начинается вот этот паттерн. Вот. Уже. Потом снова идет мелодия. И вот то место, из-за которого я предположил, что тут у нас два хора. Вот когда вступает бит, появляется как будто бы второй хор. И еще здесь происходит все вот так. То есть у нас последних двух четвертья нет. Есть только первые две. И то же самое происходит и с битом, и с басом. В финале у нас снова идет вот этот паттерн. Потом снова бас. Снова делаем его уникальным. После вот этого места все будет по-другому. И давайте еще возьмем вот этот паттерн. Сделаем его тоже уникальным. Вот это удалим. И первый аккорд продлим посильнее. Фу. Такой финал почти такой, кроме одной маленькой детали. Берем кик. Тоже сделаем его уникальным. Заходим в него. Клонируем наш кик. В нотках здесь убираем. Он будет играть не вот так вот, а вот так. Ctrl-C, Ctrl-V на его копию. И его копию мы отправим на какой-нибудь соседний канал микшера, 11. Закидываем на него дилей. По-моему, именно так сделаны в треке. Вот этот разгон на кике в конце. Dry полностью убираем. Оставим только в это. Cut-Off направо до конца. Резонанс налево до конца. Сначала Level давайте поднимем до 90 где-нибудь. И Time. Вот оно. Мы берем этот паттерн и расставляем его вот до сюда. Выделяем эту область. Time. Мы сделали таким, чтобы он был... Правой кнопкой мышки жмем на Time и Create Automation Clip. Copy Value. И вот на этот последний кик правой кнопкой мышки Paste Value. А вот это мы поднимаем. Теперь нам нужно правой кнопкой мышки нажать на VAT и сделать Create Automation Clip, чтобы громкость, короче, вырастала до этого момента. Вот чтобы так было. Как в треке. По-моему, это именно так, как сделано в треке. Еще вначале там есть автоматизация фильтра. Идем на мастер и для этого закинем TAL Filter. Бесплатный плагин. Я на всякий случай закину на него ссылку в описании. Input Drive убавляем. Резонанс убавляем и получаем. Жмем вот на эту крутилочку. Потом крутим крутилку Cut-Off. Правой кнопкой мышки снова на эту крутилку Create Automation Clip. Вот так. Вот как-то так. И вот в этой паузе мы разместим выключение этого плагина. Правой кнопкой мышки на Drive VAT и Create Automation Clip. Хруп-хруп и выключаем. И в конце у нас тоже будет уход в фильтр. Правой кнопкой мышки вот так, вот так, вот так. И типа... По-моему, шикарно. Теперь нам нужно чуть-чуть подкрутить... Конечно же, озон на мастере. Динамика Q Low End Control. Два раза клик сюда, два раза клик сюда. Убавляем. Убавляем. На Imaging Enhanced Space. Ну и перед тем, как послушать этот шикарный, надеюсь, по вашему мнению, биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмекингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. Чтобы узнать о нем подробнее или заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне в ВКонтакте или в Инстаграме в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если это видео показалось вам чуть-чуть полезным, чуть-чуть интересным или просто понравился биток, то смело ставьте заслуженный лайк. И чтобы не пропустить новые битмекинг-видео, какие-то разборы битов или просто видеоуроки по FL Studio, смело подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться есть внизу. И также она будет в самом-самом конце видео. Ну и на этом у меня уже точно все. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok